Здравствуйте, дорогие зрители! Один мой зритель написал мне такой текст. Не помню, в комментах это было или во время стрима он там писал в колоночке. Что я был очень употрясён, удивлён, что оказывается магнитары это такие нейтронные звёзды, молодые нейтронные звёзды с большим магнитным полем. Что у них магнитное поле имеет огромную массу. Там, говорит, плотность, ну, там сколько-то тонн на кубический сантиметр. Я не знал, что магнитное поле имеет массу. Вы знаете, я хочу успокоить, магнитное поле массу, безусловно, не имеет, но вот как появилась эта величина. Она, по-моему, вы немножко завысили, чуть-чуть от себя добавили, а может не от себя. Итак, значит, что такое нейтронная звезда? Доподлинно неизвестно, что такое нейтронная звезда. Вообще все любые звёзды, их строение мы знаем от теоретиков. Теоретики подобрали наиболее подходящую модель, наиболее правдоподобно описывающую поведение этой самой звезды. И всё, больше ничего. Подобрали, и всё работает. Ну, примерно выглядит следующим образом эта самая звезда. У ней есть, значит, оболочка. Под этой оболочкой, значит, там кипит жизнь, там бурлит жизнь. Не совсем понятно, какая жизнь. Ну, не в смысле жизнь, конечно, не подумайте. Бурлят всякие события из ядерной физической истории. Дело в том, что плотность этой звезды, она превышает в разы, по-моему, по крайней мере, плотность атомных ядер. То есть там вот эти вот нуклоны, которые входят в состав атома ядра, они просто-напросто раздавлены. Там есть ещё и заряженные частицы, там есть протоны, там могут существовать, кипит, там, как сказать, процессы, хотя бы я чуть был не сказал, жизнь, с образованием, так сказать, лептонов. Да? Лептоны образуются, электроны, мионы, значит, таомизоны, таоны. А может, не образуются. Это всякие разные варианты. Ну, по крайней мере, всё это там бурная жизнь приводит к тому, что у него мощный магнитный момент. Пока жизнь там не угомонится немножко, в магнитный момент будет у неё оставаться большим. Значит, молодые звезды, такие вот нейтронные, они их называют магнетарами. У них очень большие магнитные поля. У магнитного поля есть плотность энергии. Помните, вы в школе проходили про катушку индуктивности? У катушки индуктивности, вот она, так её рисовали, по ней течёт ток, ток, внутри катушки создаётся магнитное поле, вот индукция магнитного поля внутри катушки, значит, она равняется ток умножить на мю-ноль. Мю-ноль – это такая магнитная постоянная, когда я был маленький, её называли магнитная проницаемость вакуума. Понятное дело, что к магнитной проницаемости вакуума она никакого отношения не имеет. Вот к чему равна мю-ноль. Значит, 4π на 10 в минус седьмой степени. Там так, генри делить на метр. Вот такая вот генри делить на метр. 4π на 10 в минус седьмой степени генри делить на метр. И вот мы, если умножим на амперы, то получим, соответственно, там, значит, магнитное поле. Магнитное поле, которое будет измеряться в Тесла. Как видите, Тесла, тесел этих там будет не так уж и много. Какие-то, вот на каждый ампер это 10 в минус с какой-то степени. Поэтому оцените, как сложно получить большие магнитные поля. Вот. Да, такая вот история. Значит, индуктивность катушки тоже такая формула из школьного курса. Значит, мю-ноль. В принципе говоря, я буду катушку делать вакуумную. У меня будет без сердечника. Если был бы сердечник, сюда надо было бы еще написать еще одно мю. Это мю, это магнитная проницаемость называется. Эта величина показывает степень намагничивания, да, степень податливости намагничивания. Понимаете, да? Ну, я вам сейчас это потом поясню чуть-чуть. Так. Так, чему же она равна-то? У меня даже формула тут есть такая. Тоже из школьного учебника. Мю-ноль умножить на n квадрат. Это сколько витков на погонный метр n, да? Умножить на длину катушки и на ее сечение. Вот. Вот это, как вы понимаете, длина этого цилиндра и сечение. Это объем V, объем этого магнитного поля, да? И вот здесь такая еще занятная формула о том, что энергия, энергия, вот, запасенная в этой катушке, равняется L и квадрат пополам. Очень такая, легко запоминающаяся формула. Помните, кинетическая энергия M, V квадрат пополам. Масса на квадрат скорости. А тут вот индуктивность. Коэффициент самоиндукции, как-то полностью раньше называли. А если у вас заряженный конденсатор, то там C на E квадрат пополам. C на емкость. E это напряженность электрического поля в конденсаторе. А тут вот он только. Давайте подставлю, что получается. Ну, ноль. Так. n квадрат. n квадрат. Да, только я здесь маленькую детальку упустил. Это не просто тебе, значит, n ноль. Тут еще n. Чем больше витков, тем больше поля, поля одного витка. n. Конечно, конечно, n. Так, что там ток в квадрате, да? Так, отсюда ток-то будет равняться. B делить на n на мю ноль. n это сколько витков у вас на каждый метр. Да, вот так. Так, вот, забыл очень важную вещь. Так, мю ноль, n квадрат, объем катушки. Так, внизу двойка, естественно. Внизу b... Нет, внизу n квадрат, мю ноль квадрат. А наверху еще замечательная величина b квадрат. Вот я так вот отделю его, да? И что же получается у меня? Вот это, это, это и вот это сокращаются. И остается объем катушки b квадрат на 2, мю ноль. Вот это вот ничто иное, как плотность энергии магнитного поля. Плотность энергии будет измеряться у нас в чем? В джоули на кубический метр. На метр кубический. Значит, если я буду вот в этих единицах представлять гендри и все прочее. Ну так вот, поехали дальше. Что я узнал про замечательные вещи, которые называются, так сказать, эти сам, магнитары. Я узнал про них напряженность магнитного поля или в данном случае индукцию магнитного поля я узнал. Индукция магнитного поля измеряется в системе СГС в гауссах. Вот. Один гаусс это 10 в минус 4 тесла. Один гаусс, маленькая единица, 10 в минус 4 тесла. Вот. Значит, как измеряют? Дело в том, что в магнитных полях происходит расщепление уровней энергетических в атомах. Соответственно, в спектрах расщепляются линии спектральные. Это вот называется такой вот эффект. Эффект Зеймана называется. И вот по этому эффекту Зеймана астрономы, или как они себя сами называют в моем присутствии, астрономы, значит, они определяют уровень магнитных полей в том или ином месте Вселенной. Вот все делается запросто. И вот они определили, что раз на раз, конечно, говорит, не приходится. Каждый, значит, каждый из этих замечательных объектов, он по-своему замечательный. Значит, у массы, кстати, у несколько масс Солнца. Так, это раз. А второе, кроме того, что это несколько масс Солнца, размер у них, ну, порядка десятки километров. То есть, очень небольшой. Большая плотность такая, да? Ну, представьте себе, что Солнце наше, так же, как и мы, состоим мы, в общем-то говоря, из атомов. А в атоме малюсенькое атомное ядро и огромная оболочка из электронов. Вот малюсенькое атомное ядро, оно меньше, чем эта оболочка где-нибудь по размерам в миллион раз. А по объему, значит, я даже слова этого не знаю, в миллион триллионов раз по объему меньше. То есть, представьте, Солнышко уменьшилось в миллион триллионов раз по объему. И получилась вот эта вот нейтронная звезда. Да, да, и там еще плотность у них больше, чем плотность внутри атомного ядра. Да, там даже больше. Так вот, значит, говорят, что магнитное поле составляет от 10 в 12 степени, это значит, так сказать, триллион, до 10 в 17 степени, это значит 100 тысяч триллионов гауссов. Значит, на нашинские деньги, это получается от 10 в 8, вот так многоточие положено ставить, до 10 в 13 тесла. Это 13 степень тесла. Ну, давайте посчитаем, какова там плотность энергии, да. Значит, нам нужно вот это вот считать, да. В квадрат, это значит 10 в 16 делить на 2 мю ноль. Так, 2 мю ноль это 8 пи, да. 8 пи, 8 пи, значит 24 и еще, значит, 8 десятых, ну практически 25 это, да. Это практически 25 на 10 в минус седьмой. Значит, вот от этой плотности энергии до 10 в 26 на 2 и 5, на 25 на 10 в минус седьмой. Что же получается тогда? Какая же это плотность энергии в пересчете на наши, так сказать, на понятные нам вещи? Ну, сейчас пересчитаем, посчитаем, прикинем, что это будет. Так, 10 в 16 делить на 25. 100 на 25 я поделюсь будет 4. И останется у меня здесь, сколько, какая степень-то 100 поделил. Значит, 14 еще 7, 21 степень. 4 на 10 в 21 степени джоули на метр кубический. До, а тут, значит, на 10 порядков больше. До 4. Так, сейчас. На 10 в 31 степени джоули на метр кубический. Ну, энергия. Вот мы, физики-ядерщики, обычно, когда говорим о массе частиц, мы ее выражаем в энергетических единицах. Дело в том, что есть такая роковая формула МС квадрат. МС квадрат. Вот это вот, говорит, энергия покоя частицы, да? С скорость света. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. 300 тысяч. И каждый километр это тысяча метров. Это, значит, получается 3 на 10 в 8 степени, да? То есть 3 на 10 в 8 степени. Это С. А С квадрат, соответственно, 9 на 10 в 16 степени. Это вот С квадрат. Метров квадратных в секунду в квадрате. Так, ну, сейчас мы пересчитаем эти замечательные величины. Так, ну что, мне какую-нибудь другую, наверное, надо писако-машину взять, да? Так, у меня были величины от 4 на 10 в 21 до 4 на 10 в 31. 4 на 10 в 21 до 4 на 10 в 31 джоули на кубический метр. Делю я на С квадрат на 9 на 10 в 16. 9 на 10 в 16. Сейчас я получу килограмму на кубический метр. Я вот эту энергию решил в килограмму перевести. Это такая у нас, значит, просто, она просто, так сказать, подходит с такой, да? Так, 4 делить на 9. Это сколько будет? Это будет 0,44, да? Так, 21 минус 16, это 5, да? 5 получается. 21 минус 16, 5. 5. Так, 4,4 на 10 в 4. 4,4 на 10 в 4 степени килограммов на метр кубический. Это самое меньшее, да? То есть это получается 44 тонны на кубический метр. А тут что у нас выходит? А тут получается на 10 порядков больше. 4 и 4 на 10 в 14 степени килограмм на метр кубический. О, сколько! 10 в 14 степени килограмм на метр кубический. С ума сойти просто. И ведь правда именно так и получается. С ума сойти. Просто с ума сойти с ума. Значит, сколько это в переводе на тонны? Ну, в 10 в 11 степени тонн. Ну, а если это уменьшить, если сделать на сантиметр? Значит, в кубическом метре миллион кубических сантиметров. Значит, это получается 4 и 4 на 10 в 8 степени килограмм на сантиметр кубический, да? Вот как сколько получается. А тут, соответственно, что я там сказал, миллион, да? Ну, а тут ерунда какая-то. 4 и 4 на 10 в минус второй килограмм на сантиметр кубический. Кстати говоря, это получается, что получается? 44 грамма. Ну, прилично, 44 грамма. Все-таки 44 грамма. А тут что получается? Ой, я даже вот прям не знаю, как это сказать. 44 на 10 в пятой тонн, да? 44 на 10 в пятой степени тонн. Это получается 440 тысяч тонн. Вот, вот, 440 тысяч тонн на сантиметр кубический. О, какая там энергия огромная запасена. Но это только в тех местах, где очень мощное поле. Понятное дело, что поле убывает. Да, поле убывает. Пропорционально кубу расстояния она убывает. Кстати говоря, в данном случае, я так понимаю, это поле диполя, да? Некое. Вот, она убывает. Если на первых километрах это вот такая величина, достаточно удалиться, скажем, ну, от этих километров, ну, скажем, на сотню километров, это будет уже в миллион раз меньше, да? В миллион раз меньше, это уже будет, ну, совершенно спокойная величина. Это будет, ну, спокойная, так сказать, без впечатлений, да. Это будет 440 килограмм на сантиметр кубический. Ну, да, все равно много. Вот. Но это, это не масса. Эта масса, она не инертная. Она не проявляет свойств инертной массы. И не проявляет свойств массы гравитационной. Вот вы знаете, что наши вот тела, которые мы имеем в дело, физические тела, физические тела и вещество, которое, вот книжки всякие, да, и все такое прочее, у них есть масса. Причем эта масса, есть две, два вида массы, два ее проявления. Одно проявление массы, это во втором законе Ньютона. Значит, ускорение тела, пропорционально силе, действующей на него, и обратно пропорционально массе. А второе, это закон всемирного тяготения. Там, значит, тела взаимодействуют друг с другом силой, пропорциональной произведению массы этих тел, обратно пропорциональных квадрату расстояния между ними. Такой вот закон Ньютона. Он хорошо работает в нерелативистской области, совершенно точно подтвержден. Но есть тут любопытная деталька, значит, у нас. Смотрите как. Одна ли это масса? Одна и та же. Это доказал Этвеш. Этвеш, это венгерский ученый. Вот он проводил опыты. Когда на тело действовали две силы. Одна сила, сила инерции, и эта сила инерции пропорционально инертной массе. А другая сила гравитационная. И она пропорционально гравитационной массе. То есть он подвешивал тело. У него был специальный прибор, конечно, я так просто говорю, подвешивал тело. Звучит прям как что-то такое преступное прям. Он подвешивал материальное тело. Грузик подвешивал. Значит, и смотрел под каким углом он висит. Дело в том, что он висит в каждом данном месте по вертикали. А эта вертикаль определяется равнодействующей двух сил. Сила притяжения к земле и сила центробежная. Где земля-то вращается. И поэтому, находясь где-нибудь в Вене или Будапеште, не знаю, где он работал, значит, на вот этот его шарик подвешенный действует не только притяжение к земле. Давай я тебе картинку только нарисую. Вот он его. Будапешт. Судный город Будапешт. О, земля. Вот она крутится. Где-то здесь Будапешт. И вот он, центр земли. И подвешивается тело. Вот оно, принцип направления на центр земли. И немножечко маленькая сила центробежная. Маленькая, потому что земля-то вращается с очень небольшой угловой скоростью. Но, правда, сила центробежная равняется омега-квадрат r. Но в данном случае r. Вот это r. Расстояние от оси r. Ну, в общем-то, прилично. Это тысяча километров. Вот. За счет этого она, в общем-то, заметная. Центробежная сила. Вот. И вот он, значит, это устроит. Вот сюда должно быть направлено. Да, для всех, кто Будапешт, это низ. Но для всех ли низ одинаковый? Вот я толстяк. Во мне больше кого тут? Больше жира. А жир состоит из, значит, углерода, водорода и немножко кислорода. А кто-то он такой весь из себя стройный, поджарый. И он вообще кожа де кости, что называется. Вот. Ну, есть там, конечно, мышцы. А кости состоят из кальция. Да. Там в них содержат кальция и всякие минеральные вещества. И вот в нем кальция это больше. И, значит, для меня низ и для него должны быть разными. Если кальция и углерод по-разному притягиваются к Земле. Разные соотношения между этими массами. И он стал это проверять. Чего только не подвешивал. Все висит под одним направлением. Таким образом он доказал эквивалентность гравитационной и инертной массы. Это очень важный был факт. Факт был до такого степени важный, что, наверное, он лежит в основе специальной общей теории относительности. Это одно из оснований общей теории относительности, на самом деле. Вот. Постарался я ответить на ваш вопрос, дорогая публика. И постарайтесь вы тоже удовлетворить мои материальные потребности. Прокормить мою утробу, конечно, не так просто. Но для этого нужны деньги. Да, внизу есть реквизиты для этих денег. Кроме того, у меня тут котята еще есть. Которых надо кормить. Да, они вот жрать хотят. Да, говорят. Да. Глаза вылупят и рассказывают, что они есть хотят. Да. Так что вот они хотят есть. На пусть вы имеете возможность смотреть какие-то лекции мои многочисленные. Вот. Подписывайтесь туда. И можете через Donation Allerz или через там расчет все эти реквизиты. Есть Kiwi кошелек. Есть Umania. Донать. Да. Даже есть эти... Криптовалютные кошельки. Ну ладно. Что-то я замечтался. Так что даже мне это как-то вот захотелось, чтобы в кармане что-то появилось. Ну так не появится. Пока. Всех благ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok